Добрый день! Предлагаю вашему вниманию небольшой видеообзор спейсера моего производства. Спейсер, он же делитель, нужен для разделения бутылки на конвейере. Чаще всего это требуется для инспекционной камерной машины. Итак, работает спейсер на шаговых двигателях. Почему не на шаговых, расскажу чуть позже. По регулировкам. У нас есть регулировка высоты, то есть ослабляем винтик и барашка мы можем каждую сторону независимо регулировать. Вверх либо вниз. Весь вот этот механизм. Дальше прижим ослабляем ручку и опять-таки барашком настраиваем нужный нам прижим. Прижим на этом спейсере регулируется отдельно на внутренней и на наружной части. Почему отдельно? Во-первых, это намного дешевле, проще в изготовлении, это проще в монтаже, не нужно сверлить конвейер насквозь. И во-вторых, с моей точки зрения, лучше иметь возможность вручную выставить вот эту вот центровку ремней относительно конвейера и при необходимости ее скорректировать. Поэтому я принял решение сделать независимые регулировки. Дальше здесь у нас естественно ремень и натяжной ролик, которым мы регулируем натяжку ремня. Натяжка ремня должна быть такая небольшая. Меняются ремни. Довольно просто. Ослабляем гайку и откручиваем разъем питания двигателя, после чего ремень можно поменять. Собственно, вот по конструктиву это все. Кому интересно что-то другое, спрашивайте. Итак, почему шаговые двигатели, почему не асинхроники? Во-первых, это доступность, стоимость, потому что шаговые двигатели недорогие. Во-вторых, это место в электрическом шкафу тепловыделения, потому что частотный преобразователь занимает больше места, чем драйвер шагового двигателя. От него больше помех, больше тепловыделения и так далее. Следующий момент, почему шаговый двигатель, это легкая заменяемость и поиск запчастей. Все шаговые двигатели, они стандартные. Их есть там два-три ходовых типа размера и его можно купить практически в любом крупном городе в наличии. Наверное, несколько слов стоит сказать о плюсах и минусах этого спейсера. Моя точка зрения по сравнению с спейсерами европейских производителей, которые в основном у нас работают на заводах, которые продаются. Первый главный, наверное, минус это в том, что я все-таки специализируюсь на машинном зрении, автоматике, не на механике. Поэтому в смысле массивности механики, в смысле продуманности, в смысле регулировок, конечно, этот спейсер будет уступать этим известным производителям. Второй момент, который кому-то может показаться минусом, хотя это относительно, это сами шаговые двигатели. Они по мощности, они без редуктора здесь, для большей простоты и надежности. И мощность их, она, конечно, меньше, чем у асинхронников. Но тут вопрос, нужна ли это большая мощность, то есть при большой мощности больше шансов порвать ремень, в случае, если что-то заклинило, пережало или так далее. Здесь, если будет какое-то заклинивание, механическая проблема или пережато, то двигатели будут останавливаться просто, раскакивать. Ну вот касательно мощности. Ну вот сейчас беру бутылку, настроен спейсер достаточно нормально. Прижим с каждой стороны миллиметра по два, и нагрузочка такая хорошая. То есть я вот держу бутылку, но не останавливаются ремни. Ну, с моей точки зрения, более чем достаточно этой. Теперь о плюсах. Ну, самый большой плюс, конечно, это стоимость. Его цена намного ниже аналогов. Также стоимость обслуживания запчастей. То есть ремни российского производства очень дешевые. Двигатели шаговые, опять-таки, тоже можно найти везде. Они недорогие. Ну, а больше здесь, собственно, ломаться нечему. Второй более конкретный плюс, связанный с механической настройкой, чего лично мне, я думаю, многим не хватает на других спейсерах, это возможность, сейчас покажу, опущу в самый низ, это возможность поставить ремень практически вплотную к конвейеру. Ну, вот видите, сейчас миллиметра, наверное, 4-5 от конвейера до ремня. Далеко не на всех спейсерах это возможно. Я думаю, что наладчики меня поймут, что это иногда бывает нужно, этого не хватает. Ну, еще из плюса назову то, что можно сделать автоматику управления этим спейсером, исходя из ваших задач и потребностей. Можно привязать его к существующим инспекционным машинам, сделать затор линии, сделать накопление на входе, чтобы более плавная была работа. Можно привязать скорость работы спейсера к скорости конвейера автоматически, то есть, чтобы не пришлось каждый раз регулировать. Можно привязать к нему и сделать управление конвейером из этого же шкафа. То есть, можно хоть сенсорную панель управления линией сюда воткнуть. То есть, все зависит от сложности, поставленных вами. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...